Здравствуйте! С вами программа «Однажды в кино», совместный проект Казахстанской медиа-академии и кинопортала «Бродвей». На экраны выходит фильм «Боксер», снятый по мотивам жизненной истории олимпийского чемпиона Сири Касапиева. Главную роль в этом фильме сыграл новичок, начинающий актер Смодьяр Сабыров. Он, я не бекуржит. Он, Паша. Не делись, боксируй! Тренируется. Он пример для молодежи. Держи контроль, не зарывайся! Помнишь, зачем ты здесь? Просто возьми свою. Добрый день, Смодьяр. Во-первых, хочу вас поздравить с вашим дебютом в фильме «Боксер». Вопрос связан больше, наверное, сейчас со спортом. Вот сколько лет вы занимаетесь спортом? И были вообще ли идеи во время занятий спортом стать актером? Спасибо за поздравление. В первый раз впервые на бокс я записался еще в школе. Это где-то в пятом классе, по-моему, у нас в школе открылась секция по боксу. И это было необычно, чтобы в школе открылась секция по боксу. Было любопытно. Я не думал, что я именно пойду, запишусь. Я просто решил из любопытства сходить с другом. Мы посидели, и почему-то вот что-то меня потянуло туда. И, получается, я записался, начал ходить на бокс. Было много людей, потом все меньше и меньше. Нас в итоге осталось там двое. Тренер, получается, я и еще один участник, который вместе со мной ходил на тренировке. Мы уже только вдвоем тренировались. Со временем уже тренер начал водить нас в школу бокса. Это было в Таразе, город Тараз. Чтобы нам было, было с кем потренироваться. Не только друг с другом, потому что друг друга мы уже выучили и знаем. И вот примерно с тех пор с перерывами я занимался. В 2008 году я переехал в Алмату. И здесь с друзьями, с коллегами мы иногда устраивали тренировки, так, чтобы поддерживать себя в форме. Ну и, в общем-то, всегда я старался себя поддерживать в форме, занимался спортом, мне это нравилось. Ну, пригодилось. Я не ожидал. Вот по поводу того, что мечтал ли я, думал ли я о том, что эта дорога приведет меня в кино. Конечно, мечтал. Но не думал, что прям приведет именно эта дорога. Конечно, как и любой, наверное, ребенок с детства, который смотрит фильмы. Мы же выросли на фильмах, где вот снимаются крутые ребята, батыры, ханы, супергерои. И нам хочется тоже быть такими. Мы играли всегда, воображая себя этими персонажами. И где-то в глубине души хотелось, конечно, в чем-то таком поучаствовать. В мыслях всегда было, например, я люблю бегать. И когда бегаю, ну, это раньше было, несколько лет назад, когда бегал, я думал, вот бы меня сейчас кто-то заметил, как я бегу, остановил, прям на машине ехал бы, остановил, стой, стой, а не хочешь сняться в кино вот так вот. Поэтому классно было бы и дальше бегаю. Ну, так получилось, что вот... Именно эта дорога припела в кино? В порту. Пришло так. Отлично. А как вы вообще в кино попали? Вот вас кто-то заметил бегущим или все-таки пришлось что-то другое сделать? Бегущим, к сожалению, не заметили. Несколько лет назад я участвовал в разных кастингах. Много ходил на кастинги, на всевозможные мастер-классы, тренинги. В Алматы это развито. И я следил за всеми новостями, где что проходило, я старался там участвовать. К сожалению, тогда с кастингов не звонили. То есть я ходил на кастинги, и это было все. То есть мы вам позвоним, и так и никто не звонил. Со временем сложилось такое ощущение, что ну что-то я хожу-хожу, а ничего не выходит. Может, надо на чем-то другом сосредоточиться. И уже начал учеба, работа. То есть направление чуть-чуть сменилось. И спустя несколько лет, когда уже направление было определено, то есть я уже понимал, где я буду работать, куда я поеду, чем буду заниматься. И поступают... Давайте чуть раньше. Я вспомнил, что когда объявили кастинг именно на фильм «Боксер», был постер с Сериком Сапиевым. и объявлен кастинг. То есть мы ищем главного героя. Я об этом кастинге узнал, мне сообщение отправил мой отец. Говорит, смотри, вот почему бы не попробовать. Я посмотрел, думаю, ну, я чувствую и вижу, что я подхожу. Да, я занимался боксом, внешне тоже подхожу. Да, но... Но вот это ощущение, что раньше я вот ходил на кастинге ничего не вышло. И думаю, ну, если бы что-то было, меня бы позвали бы. Еще тогда. Я думаю, ну, зачем лишний раз себя разочаровывать? Отложил это. Через какое-то время, по-моему, даже через несколько месяцев, брат присылает тоже постер, Серик Сапиев. Типа, вот, смотри, кастинг идет. И опять же так, та же самая история, я же ходил, если бы что-то было. И потом, спустя, получается, какое-то время, тоже несколько месяцев, может быть, даже через год, когда уже все было определено, то есть я знал, где буду работать, мне приходят сообщения, что вот, здравствуйте, так и так, хотели бы пригласить на кастинг. Я сначала не поверил, как, откуда, уже давно же, я не ходил на кастинг никуда. Я думаю, хорошо, я приду, только я сейчас в подъезде, вот как приеду, приехал, мне показывают через ноутбук мою фотографию, когда я несколько лет назад приходил на кастинг, это был кастинг-фильм «Тамирис». Я приходил на этот кастинг и остался в базе. И я был удивлен, что вот, оказывается, я вспомнил, что я приходил на этот кастинг, да-да-да. И тут, уау. И начались пробы, то есть кастинг. Я опять же себя заранее не, ну, не радовался, прям, сильно, что кастинг, кастинг, но старался выложиться на все 100%, то есть все, что от меня требуется, максимально это сделать. И я, если честно, не ждал даже ответа, что мне позвонят или что, просто все, спасибо, до свидания. Я уходил. Через какое-то время, через недельку или через пару дней опять позвали. Я опять пришел, пробы, сценки. И через несколько проб, таким образом, как-то вот все, шаг за шагом, шаг за шагом, я дохожу до финальных проб, с режиссером Аханом Сатаевым познакомился. и уже, ну вот как-то так, я пришел в кино. Я, если честно, сам удивлен. Смотрите, вообще на кастинг позвали более 600 человек, да, и вот в чем была ваша уникальность, почему именно вас позвали, вот как вы думаете, ваша точка зрения? На первый взгляд, конечно, то, что я занимался боксом, плюс есть внешнее сходство. В чем может быть уникальность? Ну, интересный вопрос, конечно, я много об этом не думал, потому что все так происходило, и я был отвлечен подготовкой. Внешнее сходство, я думаю, сыграло роль, но кроме этого внутренние качества какие-то, вот, когда я прочитал сценарий, когда я познакомился с Сериком Сапиевым, то есть была какая-то связь, вот, я понимал его, то есть даже читая сценарий, то есть как будто вот что-то родное. Возможно, вот это сыграло какую-то роль. То есть вы почувствовали родство, душ, такое, да, и увидели вот что-то общее, и вам было легко в это вжиться, потому что вы почувствовали, наверное, свое, да, что-то? Да, с одной стороны легко, но с другой стороны вот эти все переживания, понимание вот этого всего, это прям помогало, помогало это. Вот в последнее время видим очень много таких вот сценариев, то есть таких случаев, что люди из спорта становятся полноценными актерами, да, либо там меняют свою карьеру, там, идут в искусство каким-то образом. Вот вы себя видите также на этом же пути, то есть вы были спортсменом, вот у вас получилась роль первая спортивная, но все-таки роль главная в кино, дальше вы будете продвигаться по этому сценарию или у вас есть какие-то другие мысли по этому поводу? Спорт присутствовал всегда в моей жизни, ну, как бы элементарно полезно для здоровья. Раньше, когда начинал заниматься спортом, боксом, я пропустил несколько соревнований по семейным обстоятельствам, поэтому еще с тех пор как-то почему-то тогда я вот решил, что, наверное, вот я буду просто для себя заниматься и не было прям какого-то такого, что вот я именно спорту отдамся. Ну, пока не могу сказать, как я вижу все это дальше, потому что именно съемка в фильме боксер, это уже был кардинальный поворот в моей жизни, то есть неожиданный. Поэтому сейчас остается только гадать, наверное, как Бог даст. а в целом есть желание в этом ключе свою карьеру построить? Конечно, да. Очень интересно было. Именно вот это же первый опыт для меня, дебют, и я прям, когда что-то происходит первый раз, много деталей замечаете. Например, когда вы идете по новому пути, по которому вы не проходили раньше, пусть этот будет новый какой-то маршрут, время тянется дольше, и вы успеваете заметить больше. Примерно так же, наверное, произошло во время съемок. То есть я это все проживал очень насыщенно, было все это интересно. И есть такое ощущение, что да, это мне очень близко, и хотелось бы этим заниматься всю жизнь. потому что даже элементарно почерк, у меня нет определенного своего почерка, у меня всегда разный почерк по настроению. По настроению, либо чем я пишу, на чем я пишу, поэтому и о чем пишу, да, вот. Поэтому всегда по-разному, и хочется заниматься разными вещами, и вот это перевоплощение в новых героев, оно очень близко и очень мне нравится, что можно попробовать быть кем-то другим, а теперь попробовать так. Отлично, я желаю вам много ролей тогда в вашей жизни. По долгу службы, наверное, да, можно сказать, и по вашей роли вы очень много, наверное, общались с Сериком Сапиевым. Это человек такой олимпийский чемпион, чемпион мира двукратный. И когда вы с ним общались, что вы чувствовали, какие были ваши отношения, чем от него веяло, можете рассказать ваши внутренние ощущения? Наша первая встреча была тоже удивительна. Мы были проездом в городе Нур-Султан в аэропорту. То есть первый раз мы увиделись в аэропорту случайно просто. Издалека я увидел его. Тогда уже съемки начались, но был перерыв. Я увидел его издалека. Узнал и как-то до этого было ощущение, что а вдруг я увижу его здесь? Ну, случайно. Ну, такие мысли, которые мимолетные. И тут я его вижу. Думаю и сразу так. А он далеко впереди и он уже получается багаж проходит. Я могу не успеть к нему подойти. Я думаю надо успеть, надо успеть. Он проходит дальше. Я тоже прохожу багаж сдаю. Надо догнать. И он пропадает из вида. Я сдаю багаж. Бегу по-моему на второй этаж и смотрю по залу глазами, где он может быть. В одну сторону прошел. Думаю, блин, неужели не успел? В другую сторону иду. И уже такой думаю, ну, наверное, не успел. Ничего страшного. и просто иду уже до конца. надо пройти до конца, раз уж ищу. И смотрю, оказывается, он в конце зала, в кафе, там идет совещание. И я рад тому, что я успел. То есть, он все еще здесь, и нам удастся поговорить. И меня потянуло, прям, я хотел подойти, прям, думал, я вмешаюсь в это совещание, перебью, хотя бы поздороваюсь. Потом сам себя останавливаю. Нет, так нельзя, нужно подождать. Подождал, через какое-то время совещание закончилось, и он, получается, с коллегами начинает идти, я иду навстречу. И издалека он меня видит, я к нему иду, и он меня уже узнает, и начинает представлять своим коллегам, что вот человек меня играет. но несмотря на то, что это была первая встреча, было ощущение, что как будто мы уже знаем друг друга, поздоровались так, по-родственному, я бы даже сказал, наверное. По ощущениям чувствуется, что это вот спортсмен-чемпион. Прямо от человека идет такая энергетика. И все очень просто, скромно, до того, как съемки начались, вы уже прочитали сценарий, и вы уже видели себя в этой роли, как вы сыграете ту или иную сцену? В голове были вот эти картинки? Я уже проживал вот в момент чтения сценария, я уже представлял это все, я как будто находился уже там, проживал это все на себе, все эти чувства. первый раз, когда я читал сценарий, я даже не смог дочитать его, мне пришлось отложить его, потому что настолько эмоционально это меня переполнило, что такие моменты, бывали трудности в жизни. И вот это понимание всего этого, что человек через это прошел, сложно было даже дочитать. Я отложил, успокоился, снова взял сценарий и начал читать дальше. И вот я проживал это, как будто жизнь. Как будто я уже это прожил, и я заново это проживаю. Ощущения на это нереальные. Да, это ощущение. Я про все забыл и просто погрузился в сценарий, погрузился в эту историю. А вот эта роль ваша первая роль, ваша дебютная роль. И хотелось бы узнать, как она дальше повлияет на вашу актерскую карьеру. То есть она стала такой вот знаковой, я бы сказала. Не каждому актеру в своей жизни удается сыграть сразу олимпийского чемпиона, причем ныне живущего и здравствующего, который может найти какой-то изъян или сказать замечание какое-то. Как эта роль повлияет на вашу будущую карьеру? Как вы думаете? Я очень благодарен Богу за такую возможность. Я благодарен людям, которые причастны к этому, потому что я понимаю, насколько это круто сразу упасть в кино на главную роль. Тем более режиссер Ахан Затаев это сразу на такой уровень. и это конечно еще и большая ответственность. То есть чтобы не подвести, чтобы люди думали, что они сделали правильный выбор, что все хорошо. И поэтому это большая ответственность тоже. Кроме того, что это круто и классно. Как может повлиять? Я надеюсь зрителям понравится. Мы выложились на 200 процентов максимально просто выжимали все из себя, чтобы мы хотели сделать классную историю. Не то, что классную историю, передать эту жизнь, чтобы зритель мог увидеть это и прожить это вместе с нами. Я думаю, что это удалось вам, особенно с таким режиссером, как Ахан Сатайев. И вопрос по этой теме такой вот, как вам находилось находить с ним общий язык, как вам удавалось находить с ним общий язык, и всегда ли это было так гладко, или иногда приходилось вас ломать ему, или были какие-то моменты, где было сложно. Все шло хорошо, если что-то шло не так, Ахан Сатайев просто надевал боксерские перчатки, пойдем на ринг, шучу, конечно. Первая встреча, как я познакомился с саханом Сатайевом. Это было начитки, мы как раз ожидали его. Я вышел из кабинета и смотрю, он стоит. И сразу мы поздоровались, и вот пообщались, пару слов, он задал пару вопросов, и вот у него взгляд такой сканирующий взгляд, то есть он очень внимательно смотрит. Раньше, когда мне говорили, что у меня такой сканирующий взгляд, я не понимал, как это. Как это сканирующий взгляд? А когда я вот это ощутил на себе, я понял, а вот она как. Такой внимательный взгляд, такой цепкий, который не упустит ничего. И на площадке все складывалось довольно гладко и очень организованно. Потому что команда была слаженная, все работало как часы. Каждый знает свое дело, и было приятно даже наблюдать за этим. И тем более еще приятнее было участвовать в этом, когда вокруг все профессионалы. То есть и ты тоже так тянешься, что нужно соответствовать. и всегда было весело, работа шла, не было таких каких-то моментов, чтобы непонимание какое-то было. А Хан Сатаев умеет объяснить очень быстро, и он может прям показать то, что он хочет увидеть. он скажет одно слово, и сразу становится понятно, что он хочет увидеть. И все, я понял, понял. И поэтому все происходило быстро. Как вы думаете, такие фильмы нужны нашему обществу, Казахстану, или все-таки такого рода фильмы больше ориентированы на зарубежного зрителя? Как «Казахстану»? даже в этом увидел что-то такое, что эта история не только про Серика Сапиева, она в себе содержит историю всех боксеров, которые хотят стать чемпионами. Готовятся к олимпийским играм, готовятся к соревнованиям. Также можно провести такую параллель, что не только спортсменам этот фильм будет близок, так же людям, которые хотят чего-то добиться. Какой-то мотиватор фильм, да, он получается? Да, если человек, например, не знает, чем заниматься, то элементарно определить цель. То есть сомневаться можно при выборе цели, когда цель выбрана, надо действовать. И все. Поэтому, мне кажется, для каждого человека этот фильм будет прям очень близок. и полезен. И, наверное, такой вопрос банальный, да? Расскажите, пожалуйста, о своих творческих планах. Я обычно не особо люблю рассказывать о своих планах. Мне больше по душе, когда я показываю результат, и чтобы за меня говорил результат. Мне кажется, так более красноречиво и правильнее. Потому что мы, конечно, можем планировать многое, хотеть сделать то, сделать это. Но будет так, как будет. Мы не знаем, что нас ждет. Но направление, конечно, сейчас я пока не буду озвучивать, но я готовлюсь, я планирую получить актерское образование и поработать над собой, улучшить навыки именно актерского мастерства, чтобы я мог лучше передавать какие-то эмоции, какую-то историю, чтобы зритель мог сопереживать, глядя на меня. Поэтому я планирую работать над собой. Вам нравится этот процесс, насколько я поняла, именно такой творческий созидательный какой-то процесс? Да, творческий созидательный, прям так сказали. Да, творческий созидательный процесс именно, мне нравится, как это все происходит. И именно не только как актеру. Мне интересно, как это все организовано. как это все происходит, как это все делается, что вот это же вся команда делает. Каждый вносит свою лепту и получается что-то грандиозное получается, да. И ты причастен к чему-то великому. Это же все остается в истории. И это делается все для людей. Поэтому это очень грандиозно, мне кажется. Спасибо большое. Надеюсь, что фильм выйдет в прокат буквально 1 декабря на день первого президента республики Казахстан. Я думаю, что у вас будут хорошие кассовые сборы. Очень на это надеюсь, потому что любой фильм должен оправдать то, что в него вложено. Я понимаю, что туда вкладывается очень много души, работы, но также вкладываются большие деньги, которые нужно отработать. Я надеюсь, что все это сложится и это будет действительно грандиозное кино. И напоследок ваши пожелания нашим зрителям, что вы можете пожелать нам всем? Я желаю нашим зрителям ну, можно, конечно, пожелать, как обычно, счастья, здоровья. Берегите себя, берегите друг друга, уважайте друг друга, ставьте цели, добивайтесь цели. Все будет хорошо, никогда не сдавайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok